Да, ну, друзья, давайте быстро пройдем, на самом деле, мы подготовили достаточно много юзкейсов. Задача стояла, с одной стороны, поделиться тем, что происходит сейчас в Берии, а с другой стороны, у нас сейчас мы, многие компании, настолько уже по уши в Data Science и в ML, что хочется понимать вообще, какие финансовые выгоды приносят, и что показывать нашим бенефициарам, владельцам бизнеса и тем, кому не безразлична капитализация компаний, в которых мы работаем. Я хотел бы начать с таких немножечко древних кейсов, на самом деле, но это одна из первых таких штук, где была применена ML-практика. В свое время, года три назад в Сбербанке, мы достаточно четко понимали, что использовать такой классический кредитный скоринг, где ты анализируешь на входе финансовую отчетность клиентов юридических лиц, где ты анализируешь кучу всякой информации, которую наши заемщики, наши потенциальные заемщики, наши клиенты вбивают в анкеты, даже не вбивают, а вписывают, потому что на тот момент достаточно много было на бумаге. Мы решили, что можно использовать те данные, поскольку Сбербанк обслуживает примерно 80% экономики России, но 80% это по расчетно-кассовому обслуживанию, и примерно 50% всех P2P, ну сейчас даже чуть больше, в районе 60% всех P2P платежей, то есть физик платит физику, физик платит юридическому лицу за B2C, P2B, а проанализировав транзакции, мы поняли, что можно перейти от классического скоринга к транзакционному скорингу, это, с одной стороны, не ухудшает прогностические качества модели, с другой стороны, сильно снижает нагрузку на людей, то есть в процессе есть кредитчики, есть кредитные андерайтеры, есть клиентские менеджеры, которые анализируют кучу всякой информации, и здесь, что важно, то что это создает, конечно, поле для, вот этот кейс, это про, на самом деле, первое такое частичное использование AutoML, когда модель выбирается, то есть, ну, такой частично, почему я говорю частично, потому что это не про оптимизацию гиперпараметров, это про выбор оптимальной модели из сценариев, разработанных в рамках тех или иных сценариев для кредитного скора, ну, и в конечном счете это позволило, на самом деле, удалить существенный кусок работы как дата-сайентиста, так и дата-инженера, если говорить о том, что мы используем тот же набор исходных данных, которые мы использовали, там, условно говоря, на фазе предшествующей разработки вот этой штуки. Я сейчас несколько просто примеров расскажу про такой классический банкинг, потом у нас будут примеры про не совсем такой традиционные банковские задачи, применение нетрадиционных банковских задач. Следующая история – это отказ от 2 НДФЛ, потому что это большая важная тема, отказ от 2 НДФЛ и больших анкет, то есть еще там пару лет назад анкета заемщика, анкета на получение потреба и кредитной карты в Сберии, она была там 120 плюс полей. Задача была поставлена самим образом, откажитесь, а, максимально от того, от чего вы можете отказаться, то есть то, что вы можете компенсировать факторами, которые у вас уже и так есть внутри, и, б, за импрувьте модель, сделайте более точное предсказание, опять-таки это про кредитный скоринг, это про кредитный скоринг, про оценку залогов, если речь идет о залоговом кредитовании, и прекратите издеваться над заемщиками, прекратите издеваться над клиентами Сбера. То же самое для юридических лиц, в августе этого года мы стартовали тоже более свежий кейс, это для физиков мы сделали в конце 2016 года, в начале 2017 года, и в начале этого года, в 2018 году, мы сделали модели для юридических лиц, запустили в августе этого года, запустили уже в продакшн процесс по выдаче кредитов на основе транзакционного скоринга для крупных, средних компаний. То есть, если сначала мы начинали с малого бизнеса, потом перешли к, сначала начинали с физиков, потом перешли к малому бизнесу, основная идея, опять-таки, использовать те данные, которые уже и так есть в системах, это транзакции, это транзакции B2B, B2C и прочее, предодобленные предложения, ну, если ты приходишь, и у тебя есть актуальный скорбал, скорбал, если ты приходишь в банк, и у тебя уже есть сформировано некое предодобное предложение, понятно, что это существенно улучшает твой клиентский опыт, потому что, там, 30, 40, 50% в зависимости от типа кредита времени уходит именно на рассмотрение, предварительное рассмотрение твоей кредитной заявки, оценку твоей кредитспособности, если речь идет о залоговом кредитовании, будь то физическое лицо, либо юридическое лицо, то еще и оценку залога. Ну, опять-таки, для физических лиц сделать, так называемую предобработку параметров залога очень тяжело, потому что мы не знаем, с чем придут. Для юридических лиц в ряде случаев это возможно. Автоматизация процесса принятия решения. Ну, здесь это про decisioning, это про не связанные с оценкой кредитных рисков задачи. На самом деле, я сейчас расскажу, поскольку время, вот про этот кейс я уже рассказал, это использование машинного обучения и сеток в кредитовании, в оценках кредитных скорингов по юрикам. Вот, собственно говоря, то, на чем хотелось бы остановиться, это когда мы стали автоматизировать и облегчать, скажем так, нагрузку на наших клиентов при кредитовании, мы очень быстро обнаружили бутылочное горлышко, то есть ты можешь сделать предобработку кредитного скора, ты можешь сделать предобработку оценки loss given default, сколько ты потеряешь в случае дефолта клиента, но у тебя есть ряд сервисов, которые ряд служб в банке, которые тебя все равно тормозят, которые тебя ограничивают, ну, в частности, юристы. Юристы не могут рассматривать заявку, если речь идет о кредите юридического лица, не могут рассматривать заявку меньше, чем за несколько часов. В ряде случаев это занимает несколько дней. Ну, почему так происходит? Потому что задача юриста определить легальные правовые ограничения, потенциальные риски ненадлежащих прав, то есть если в случае наступает дефолт, или в случае, если банк требует внести какой-то внеочередной платеж в случае нарушения ковенант, то то или иное физическое лицо, как представитель юридического лица, может оказаться неправомоченным, неуполномоченным принимать решения, подписывать документы. Соответственно, следующая задача, которая появилась, это автоматизировать максимально то, что можно юриста, ну, тут два сценария, либо убрать его полностью из процесса, но это делать нельзя, потому что, к счастью, редко, но, к сожалению, случаются кейсы, когда эти юридические риски реализовываются, и там случаи с такими банками, как Сбер, ВТБ, они реализовываются не на миллион рублей, не на десятки миллионов рублей, а если речь идет о крупных корпоративных заемщиках, то это могут быть сотни миллионов рублей, или даже миллиарды. Поэтому задача, которую взяли в проработку, создать такой движок, ну, по сути дела, обучить систему читать и принимать решения за юриста. Насколько это получилось, ну, сейчас у нас есть там промежуточный результат, мы сделали, там дело в том, что юрист анализирует достаточно большое количество документов, в частности, устав, изменения к уставу, сейчас ребята сделали порядка 90% точности извлекаемых сущностей, то есть мэр извлекает 92% в зависимости от того, какие сущности, есть сущности более экзотические, которые встречаются, условно говоря, проанализировав 10 тысяч уставов, вы найдете только 10 комплектов этих сущностей, есть сущности более популярные, вот в среднем, для устава эта задача треш-холл ставилась на уровне 90%, 90% цель была достигнута. А какой экономический эффект? Ну, первое, во-первых, если мы говорим о полном предодобрении кредитов и сокращении сроков с недель, дней до минут, то это делает процесс возможным, только в этом случае ты можешь от момента обращения заемщика в банк до момента выдачи кредита, сделать процесс, уложить процесс в компактные 7 минут, да, мы поставили себе цель сделать это за 7 минут. Второе, надо понимать, что все эти вещи сейчас, они на самом деле не, конечно же, не замещают юристов и людей такой, с теми, выполняющих очень такие сложные когнитивные действия, а все-таки помогают им принять решение, потому что хороший юрист, он всегда нужен для чего-то еще, как правило, в таких крупных компаниях. И конечная цель, которая сейчас может быть достигнута в обозримой перспективе полгода-год, это как раз освободить юриста, ну и представителей таких, скажем так, high potential cognitive tasks от максимально рутинной работы, дать ему больше времени для того, чтобы заниматься чем-то полезным для компании. Следующая интересная штука – это фрот и комплайенс. Понятно, что задача, она сильно отличается от того, что обычно банки делают, не только банки для оценки финансовых рисков. С одной стороны, мы хотим понимать, кто фрадит, кому надо отказывать на входе. С другой стороны, мы хотим понимать, кто берет деньги в кредит, и потом часть этих средств будет выведена, выведена из страны, выведена за периметр группы компаний. С обратной стороны, у нас есть трейд-офф, то есть мы не можем блокировать часто тех, кто на самом деле не является лицом, относящимся к классу фродстеров, к фраду. И мы также не хотим блокировать подозрительные операции, если реально человек не совершал до этого, каких-то или не был. В частности, где наш Дед Мороз? В частности, наша служба комплайнс недавно заблокировала Лешу Натекина, как лицо потенциально опасное с точки зрения комплайнс-схем. Мы, естественно, не модельным путем, не ML-ным путем его обелили, и надеюсь, что больше таких блокировок. Но это как раз про то, что когда приходит, то есть раньше там в Сберии, в некоторых банках действовали некоторые правила, в том числе и зрительного анализа на фронте. То есть, если приходит индивидуальный предприниматель с золотыми зубами, вопрос, надо ли ему отказывать в обслуживании. Ну, у него могут быть две причины, он в принципе может быть, ну, у него, точнее, может быть несколько причин, он может в принципе как бы не заморачиваться по поводу внешнего вида своей челюсти. Второе, он может просто не успеть поменять их на фарфоровые виниры. И третье, он может действительно оказаться лицом с криминальным прошлым, но это, наверное, надо проверять несколько иначе, не на фронте, а по линии по ветке безопасности. Так вот, анализируя, на самом деле, аналитику, проводя аналитику графовых баз, анализируя связи физических лиц, юридических лиц, то, как они транзачат, мы являемся, как я сказал, банкам, осуществляющим переводы примерно для 80% всех транзакций в экономике России. Естественно, не использовать это, это глупо, такой информационный ресурс. Были построены первые версии моделей для фрода, фрод у нас является компонентом кредитного скоринга, фрод у нас является, фрод балл, фрод скор является основой для принятия решения о блокировке подозрительных транзакций. Пару лет назад существовала достаточно большая проблема, мы сейчас видим, как метрики эти, как нам кажется, улучшились, но при этом есть все равно куда развиваться с этой точки зрения, это про блокировки, необоснованные блокировки людей, в том числе за рубежом. Ну, здесь, опять-таки, трейдов, здесь денежные средства наших клиентов, мы где-то иногда, наверное, стремимся чуть-чуть закрутить и перестраховаться, чем потом решать финансовые трудности уже пропавших средств, списанных средств. Следующая интересная история, она на самом деле не столько, не только и не столько для Сбербанка, Сбербанк, в принципе, одномоментно все время находится примерно около миллиона исков в исполнительном производстве, это иски возврата просроченной задолженности по решению суда, и здесь, на самом деле, мы пошли навстречу нашим судебным органам, мировым судам мы предложили процесс, который позволяет у нас на самом деле существенная часть судебных решений выносится в форме так называемых исполнительных приказного производства, судебных приказов, извините, я просто не юрист, поэтому всеми терминами не владею. Суть в том, что это достаточно шаблонная, простая форма, в которой есть фиксированная часть и есть переменная часть. Переменная часть это реквизиты физического лица, в отношении которого ведется это исполнительное производство, это сумма взыскания, это сроки, это подсудность и так далее. Есть постоянная часть, но это то, чем занимаются у нас в принципе во многих министерствах, особенно на фронте, где они работают с населением, это МВД, все сталкивались, ну или почти все сталкивались с справками из ГАИ, все сталкивались с справками из линейных отделов милиции. Я надеюсь, не все, но некоторые из вас сталкивались с вынесенными судебными приказами и там очень часто появляются кентавры, когда у тебя фамилия, имя твоё, а допустим отчество чьё-то. Ну это всё происходит из-за многочисленных манипуляций с Ctrl-C, Ctrl-V. Так вот этот обезьянный труд, конечно же, его можно автоматизировать на входе, но тут немного требуется позаниматься NLP, потому что надо анализировать А, в том числе и входящий поток, и Б, ну, делать более качественно уже выходную экранную форму, что тоже очень часто связано с идентификацией тех или иных сущностей текстовых, потому что всё-таки формы, они типовые, да, не полностью типовые. Ну, модель извлечения данных из договоров, это уже наша внутренняя тема, то есть у нас достаточно большой контур и большой ресурс на отработку операционной функции, 0 минут, да, так, я понял. Ну, собственно говоря, поскольку мы хотели больше, у меня цель была рассказать о том, как это всё монетизируется, я, наверное, открою только вот этот слайдик, скажу, сейчас у нас там, в Сбербанке мы поставили цель всё-таки оценить финансовый эффект от того, чем мы занимаемся, потому что, с одной стороны, ну, самому интересно, а с другой стороны, нас же спрашивают, то есть, и не только нас, я знаю, что сейчас большие команды созданы во всех технологических компаниях, там, если брать топ-10, и здесь есть два момента, первый момент, когда мы говорили, допустим, я почему показал древние кейсы, на древних кейсах достаточно хорошо ты видишь, понимаешь, какие реальные деньги банк заработал, либо, наоборот, потерял от применения или от неприменения тех или иных там моделей, вот, в частности, по кредитному ускорингу мы посчитали, сколько мы в среднем в год экономили за последние три года, то есть, если бы мы выдавали бы также по таким же моделям, как выдает ВТБ, как выдают другие банки, ну, мы потеряли бы примерно около 40, теряли бы в год около 40 миллиардов рублей. Здесь более-менее понятно, потому что ты видишь, у тебя уже есть органический АБТ-тест, ты видишь, есть сегменты, на которых ты внедрил модели, ты видишь сегменты, на которых модели экспертные, ты смотришь, как это качество связано между собой, как сколько false positive, сколько false negative ты насчитал, и ты, в принципе, понимаешь, кто от тебя ушел, кому ты отказал, и кто потом реально дефолтнул, кому ты отказал, а мог бы сделать онбординг в банк, и кому ты не отказал, и кто дефолтнул. Ну, и посчитав вот эти три компонента, ты, в принципе, понимаешь реально, как что-то заработал или потерял, но вот эти вот кейсы, про которые я говорил, по юридической экспертизе, по RPA, они очень часто, конечно, и особенно про клиентский опыт, они очень такие тяжело квантифицируемые, но поставили себе цель сделать к концу, к 20-му году, к концу 19-го года, сделать примерно 60% оценок, то есть по 60% задач, которые в Сбербанке идут в формате Data Science команд, в контуре Data Science команд ML, оценивать финансовый эффект. Получится у нас это или нет, мы увидим, видимо, года через полтора, на самом деле, когда часть из того, что мы планируем оценить, уже материализуется в виде финансового результата, но наш клиентский опыт, это, наверное, то, что оценить тяжелее всего, я просто хотел, ну, не получилось, да, Леш? Сейчас на вопросах как раз это обсудим, вот, как раз про оценки. Да, я просто все тролли Сбербанк, да, я вот вчера принял решение, что я, наверное, все-таки Яндекс.Такси буду пользоваться в исключительных случаях, потому что, во-первых, я примерно 40 минут жал четно на кнопку заказать такси, он мне выдавал, что следующий, еще одну машину можно заказать только через минуту, хотя у меня еще до этого ничего не было. Это фигня, мне недавно Яндекс.Такси 38 минут подавал машину, и она ехала, и она наездила, кстати, километров 5, к слову, птичка. Ну, он, видимо, не завершил заказ, и последний прям, кинь, еслиешь, это, наверное, меньше минуты. Не, Максим, к сожалению, вот, мы минус 20 минут в тайминге. Ладно, я просто посоветую перевести телефоны на английский язык и попробовать заказать Яндекс.Такси. И мне нравится, как работает automated машинный перевод. Вот, он мне вчера написал, что еду на поворот, и по-английски перевел the food is on return. Ребята, то есть еда, контекст, это про контекст, это про то, как наши AI сейчас хорошо понимают контекст. Поэтому, коллеги, всем, всех, на самом деле, поздравляю с наступающим Новым Годом.